Что значит успешный человек? Значит, что он позитивно настроен. Позитивизм настроения всегда поддерживается с помощью служения. Что это значит? И позитивизм основан на вере. Вот как друг другу лучше в глаза посмотреть? Для этого нужно доверять человеку. А доверие означает глубокое восприятие личности, неповеренность. Я сегодня общался с одними своими знакомыми, и они не доверяют друг другу, я заметил. А доверие означает, что человек больше развит. Он развит, он чувствует, что да, вот сейчас у нас такие отношения, но человек хороший, потому что он понимает, что внутри все люди хорошие. Это знание, понимаете, доверяет человек. А более развитый человек, он даже животным доверяет. Даже волк это хороший человек. Просто надо больше силы добра в него вложить, чтобы он тебя не съел. Может быть, у тебя столько нет силы добра, поэтому надо держаться от него подальше. Ты не святой человек. Святого он не съест, потому что у него достаточно силы, чтобы растопить сердце волку. Волк же не ест своих детенышей, своих волчат. Даже есть фильм такой про волчат, да? Травка, цветы, пепельные забудки, мама печет пирожки. Кушайте, детки, пока ваши зубки не превратились в клыки. Понимаете, у них такие же отношения, да, между собой, хорошие. Но с другими уже злые. Понимаете, ну, святого человека, волк смотрит как на своего, на родного. Потому что такое восприятие. Тот видит в нем душу, он не видит ничего в нем плохого. Другой вариант позитивизма. Что значит позитивить мышление? Другой вариант. Это когда человек верит, что все будет хорошо, даже если тяжело наступило. Это не позитивизм, основанный на видении доброты людей. А на том основан, что все в конечном счете будет хорошо. Точно, я это точно знаю. Все равно позитивное настроение. Повернем и разберемся. Все нормально. Капитан, все хорошо, идем ко дну, да? Это правильное мышление. И в результате все равно все, как бы, становится хорошо. Потому что человек знает, что правильный пояс, если он правильно живет. А если он обломался в жизни, значит, он неправильно живет. Он тоже это знает. Ничего страшного, надо опять вставать и жить теперь правильно. Ничего страшного. Это нормально. То есть успешный это тот человек, у которого правильно работает настрой внутри. И здесь есть свои законы, которые надо знать. Если более практично говорить об этих законах, то они примерно такие. Допустим, человек начинает делать новое дело. Бизнес свой открывает. Первые пять лет испытания. Не будет денег. Почему? Потому что первые пять лет создается коллектив. Ты начинаешь изучать рынок. Ты изучаешь, как это работает. Ты отрабатываешь механизм зарабатывания. Идет процесс длительный. Это однозначно, что он закончится тем, что пойдут прибыли. Но это придется временем. А сейчас тебе придется ждать. Люди не дождаются. Что такое? Что-то не то. Наверное, дело я делал. Наверное, новое надо открывать. Новое открывает, опять не дождаются. Новое открывает, опять не дождаются. Почему? Неправильное мышление. Неуспешное мышление. Успешное мышление означает, жди. Чего сидим? Ждем от моря погоды. Почему? Парус мы вдуть сами не сможем. И моряки опытные, они в это время, что там на корабле? Они занимаются своими делами. Они там что-то танцуют, поют, гармошки играют. Почему? Потому что они знают. Ветер будет обязательно. А глупые люди в это время к панику бьют. Типа, ну что, может вообще никогда ветра не будет? Да, будет, все нормально. Занимайся нужными делами сейчас, пока ветра нет. Потом некогда будет. Постирайся, помойся, поспи. Ну то есть, поэтому, когда в фирме, допустим, кризис, чем занимаются разумные люди? Обучают коллектив. Воспитывают людей. Варят молоко. Сгущёнку делают. То есть, кто не нужен, он сам отваливается, потому что денег нет, он уходит. Более верные люди остаются. Сгущёнка варится. То есть, идёт образовательный процесс. Общаются, сердечные отношения строят. Под сердцем разговаривают. Успех означает понимание таких вещей. Для женщины успех означает понимание других вещей. Например, женщина на работе всегда ищет чего счастье. Она хочет, чтобы работа ей нравилась, чтобы там хорошо было. И она должна знать, что работа – это не женская среда, поэтому там будет хорошо сначала. Потом, когда отношения тебя углубляют с людьми, становится как-то тяжелее. Устаёшь. Потом надоело, потом ухожу. Почему так происходит? Потому что ты не того ждала от работы. А ты ничего оттуда не жди. Ты приходи на работу, просто делай то, что тебе нравится. Сколько ты можешь. Договаривайся правильно с начальством. Скажи, я могу только столько. Вот за это я могу получать столько. И дальше живи. И скажешь, а если денег не хватает? А это денежки должен зарабатывать муж. Потому что на работу вы приходите для того, чтобы отдыхать от семьи. Жена дома упахивается. Она там отдаёт свою кровь, свою силу. Понимаете, на работе она восстанавливается. Она чирикает с подружками. Делает любимое дело. Наполняется силой. Если женщина начинает думать, я хочу больше денег с работы, тогда четыре этапа. Первый – нравится. Второй – устаю. Третий – надоело. Четвёртый – ухожу. Немного невыносимы уже. Потому что это не женская природа думать о том, как заработать деньги. Скажете, а если мужа нет? А если мужа нет, значит, не по своей природе живёте. Почему у женщины нет мужа? А потому что она не притягивает. Нужна энергия любви. Энергия любви означает отношения. Означает больше любить всех, больше о всех заботиться. Больше отдавать своё сердце людям. Женщина, когда так делает, она становится красивой. А если она становится красивой, то ей работать вообще не надо. Почему? Потому что работа будет тот, кто её любит. Чувствуете, да? Философию. А если ты как привязан к деньгам, думаешь о деньгах, тогда будешь некрасивой, потому что будешь много работать. Тебя никто замуж не возьмёт. Будешь слабый. Потому что живёшь не по своей природе. Вот представьте, если ёжик решил, что он зайчик. Но это ещё ладно, полбеда, если он, что птичка, он решил, решил. Он иголочками помахал и с дерева. Бабам! Женщина, да, женщина, она не зайчик, не птичка. Понимаете, она женщина. Она получает счастье от красоты. Если она ведёт себя правильно в жизни, ей работать не надо. Муж будет работать. Вы говорите, а если муж не хочет работать? Ну, значит, у вас такая судьба. Вам нужно молиться больше. Значит, вот не хватает хорошей судьбы. Молитесь, и он станет лучше и будет работать обязательно. Успешная женщина та, которая принимает свою судьбу. Как женщине стать успешным? Надо принять две вещи у мужа. Первое – его достаток. И второе – его характер. Всё. Как только приняла две эти вещи, расслабилась, живёшь на свои, и развиваешься, молишься, заботишься обо всех. Приходит время, он становится лучше. Он больше зарабатывает. Лучше характер становится. Потому что у мужчины характер меняется, и заработок меняется в зависимости от благочестия жены. Если жена молится, духовной практикой заниматься, муж как на грибах растёт. Она дрожжит. Всё больше, больше такой хлеб. Ребенький такой уже стал. Почему? Потому что она вкладывает в неё благочестие, силы любви. Он является инструментом в руках её судьбы. Он даёт ей благо. А жена даёт мужу тоже незаменимые вещи. Она даёт ему удачу. Отдаёт чистые советы. Она, это сердце мужа, жена. Чистые советы, удачу. Он даёт ему расслабление, счастье, даёт любовь. Сегодня я разговаривал с одним человеком. Он не понимает, что жена отдаёт. Я ему говорю, радуйся, когда жена покупает себе платье. Он говорит, она же деньги тратит. Зачем у неё и так много платьев? Я говорю, понимаешь, эти платья не важно. Важно, что когда она одевает новый наряд, она становится красивой, счастливой. И может дарить тебе любовь. Она для этого живёт, чтобы дарить тебе любовь. А эта любовь сделает тебе удачу в жизни. Потому что когда мужчина на полной рукой любовью, он может горы свернуть. Поэтому мужчина покупает, когда жене наряд с добрым сердцем. Понимаете? Наряды же, ну, вбели. Дура. Понимаете, она, надевая наряд, она и яд ему отдаёт в этом случае, а не любовь. И деньги потратил толку нет. А так вот толк будет. То есть ты с добрым сердцем отдал и купил. Она наденет, станет красивой. И подарит тебе удачу. Счастье. Удача — это энергия счастья. Вот зачем носят драгоценные камни на себе? Они просто, эти драгоценные камни, они оптимистичные. Есть камни тоже пессимистичные, есть оптимистичные. Оптимистичные — это драгоценные камни. Они сияют красивыми цветами. Жёлтый цвет несёт знания. Красная — любовь, белая — чистоту. Зелёный — несёт глубину понимания более глубоко. Синий — мудрость, способность преодолевать трудности. Людям в семейной жизни глубина не нужна, поэтому... И мудрость. Поэтому они дарят всем белые цветы, красные, ну, иногда жёлтые. Знания тоже не помешают. Но эти все цвета чистые. Когда человек одедывает камень, допустим, синий, он обретает проницательность, мудрость. Жёлтый — способность позитивно-оптимистично мыслить. Красный — он всех любит. Получает власть над людьми. Любовь даёт власть. Белый — чистота, проницательность. Зелёный — рассудительность. Точно так же жена, как камень драгоценный. Она наделяет человека энергией. Вот камень наделяет энергией. Настраивает на правильную волну. Жена тоже настраивает на правильную волну. Если ты правильно в неё вкладываешь силы, она... «Мой дорогой, я рада тебя видеть!» И в тебя раз, правильно волна пошла. Это значит, что кто-то там на другой конце земли подумает, заключая с ним сделку. Почему? Потому что от него иходит какая энергия? Удача. Удача — это когда ты по-доброму относишься к жене. А точнее, есть в ведах описаны разные моменты. Когда человек щедро раздаёт пищу. Когда человек щедро к своей жене. Когда человек живёт верно, верной жизнью, совестливой. И когда никого не оскорбляет, удача всегда живёт в его доме. Оскорбил, пожадничал. Оскорбил кого-то, пожадничал. Живёшь неправильно, нечестно. Удача уходит. Или, ну как бы, не даёшь возможность счастья родственникам. Не даёшь, себе оставляешь. Незнание, допустим. Мужчины часто не знают, что... Часто завидуют женщинам. Женщина — мужчина, мужчина — женщина. Вот как что-то такое зависть в женщине. Женщина рождается для чего? Для наслаждения. Это не значит, что она там ничего не должна делать, только наслаждаться. Нет. Просто это её природа наслаждаться. Она с помощью этой природы наслаждает всех вокруг. Так она устроена. В этом надо сделать так, чтобы жена наслаждалась дома. Она может самое вкусненькое есть, подольше поспать. То есть надо ей дать возможность наслаждаться, и она будет тебя наслаждать. Чего ты её замуж-то взял? Потому что она красивая означает наслаждающаяся. Наслаждающая и наслаждающаяся. Ну, если нет, допустим, украшений, нет хорошей пищи, вкусненького. Откуда наслаждение-то? Женщина не получает наслаждения, не наслаждает. Кем она становится? Правильно. Становится коброй, мегерой. Всего потому, что муж не даёт счастья. Жена в результате, она несчастье даёт. Потому что женщина соткана из энергии, благословляющей или проклинающей. Счастья не даёт жене, будет кусать тебя, жалить. Даёт счастье, будет счастье идти, приносить назад. Так устроена женщина природа, женская природа. Теперь скажет, а если у меня нет столько денег, сколько ей надо? Ни одного мужчины нет столько денег, сколько женщине надо. Это невозможно просто. Ей надо всё больше и больше, больше и больше. Это никогда не закончится. И если ты ей подарил кольцо вот такого стандарта денег и красоты, ниже, дальше не дари. Это ей счастье уже не принесёт. Поэтому в отношениях женщины всегда мужчина должен быть очень осторожным, внимательным и знать правила. Что если ты как бы постоянно заботишься о ней, любишь её, то есть если ты отдаёшь ей свою верность, чистоту, то она согласится на тот стандарт жизни, который ты можешь ей предоставить. Потому что она чувствует, что главное – это человек. А всё остальное – это тоже хорошо, конечно, к этой тряпочке мне нужно. Но всё равно вот мне главное – это человек. Он меня любит, он верный, он хорошо относится, он ухаживает, заботится, меня понимает. Это важно. Меня понимает, понимаете? Потому что женщине, чтобы любить, любовь отдавать, нужно, чтобы тебя понимали. Вот если, допустим, что значит понимать мужчины? Женщину понять невозможно. Вы должны подойти к жене, посмотреть ей в глаза по-доброму, сказать, я тебя так понимаю. Даже если вообще не понимает ничего. Имеет значение, просто скажите вот так, это означает направленность человека. То есть вы ей говорите, я направлен в эту сторону, в сторону понимания. Я хочу тебя понять, у меня есть желание. И женщине сразу легче, она просто, ааа, я хорошо, легко жить становится. Значит, энергия любви будет двигаться и принесёт удачу. Женщина, вы меня поправьте, если я что-то не так сказал. Всё правильно, да? Ну вы готовы теперь послушать про мужчину, да? Имейте в виду, что то, что я сказал вам, женщины, то, что я сказал, вам очень понравилось. Но мужчины, заметьте, все напряглись. Почему? Потому что всегда то, что нравится женщине, мужчину напрягает. Запомнили правило? Поэтому не надо сильно хотеть быть счастливой. Сильнее, чем позволяет судьба мужа. У вас бесконечное желание быть счастливой. Но никогда, только Бог может вам дать такое счастье, которое вы хотите. На полную катушку, только Бог. Он самый богатый, он самый образованный, он самый смелый, он самый отречённый. Понимаете? То есть все достояния у него находятся, у Бога. Муж – просто небольшое, как бы, отражение его энергии. То отражение, которое вам положено по судьбе. Всё. Теперь мужчины расслабляются, женщины напрягаются. Женщины, если вы хотите быть счастливыми, должны понять, что надо мужчине. Мужчина рождается для победы. Ему нужно поэтому всегда, каждую секунду жизни, ему надо говорить, чиф ты, чиф. Чиф ли я, чиф ли я, чиф. Чиф – это начальник, переводится. Чиф, да, начальник с английского языка. Мультик такой есть, чиф ли я, чиф, чиф. Ну, в конце концов она, как бы, кошку выгнала, а не он, хоть он чиф. Ну, то есть идея в чём заключается? В том, что женщина должна внешне показывать, что муж главный. Но это не значит, что она должна себя считать хуже, ниже. Она так только показывает, потому что, если дело доходит до разборок, она на равных. Женщина всегда должна мужу показывать, что он для неё в приоритете. Но когда приходит время, она может ручки развернуть вот так. Мужчины, запомнили, вот тогда ручки вот так разворачиваются, вот так ставятся ещё, как бы, когда… Это просто ставится, а это ещё куда не шло. А если ещё и перевес в одну сторону, это вот так. Так вот. Значит, скоро будет плохо. Поняли, мужчины, запомнили? Это боевая позиция женщины. То есть она, как бы, занимает эту позицию с целью дальше отстаивать свои права. Итак, женщины, запомните такую вещь. Вы можете отставить свои права. Но если вы не даёте права мужчине быть старшим, быть ответственным, быть сильным, если вы сомневаетесь в его силе, унижаете его в этом, в ответственности, то, значит, вы не получите счастья с этим человеком. Мужчину надо вдохновлять, потому что главное у мужчины в жизни – это победа. Он рождён для победы. Ну, он не побеждает, допустим. Ничего страшного, победит потом. Так должна женщина воспринимать мир. Я одну девушку спросил, говорю, что муж не хочет работать? Она говорит, да, не хочет работать. Такая страдает, всё плохо, как бы. Я так подумал, ну, и, значит, и не захочет. Почему? Потому что она неправильно настроена. Прошло несколько лет, я её спрашиваю, как у тебя муж? Не хочет всё работать? Она смотрит на меня. Нет, говорит, всё нормально. Я говорю, работать нет. А что, нормально? А он, я поняла, что он хороший человек, он скоро будет работать. Скоро захочет. Я чувствую так. Всё. Она поняла, как правильно относиться к мужчине. Она должна его вдохновлять, верить в него. И тогда он таким становится, потому что женщина соткана из благословения. Если она ему говорит, бедоносец ты, значит, будет бедоносец. Если она говорит, всё будет нормально, а скоро на работу, значит, скоро на работу. Если она говорит, ты просишь пить, значит, он просит пить. Если она говорит, ты пинчуга, значит, пинчуга. Всё зависит от настроек, женщины. Надо, женщины, надо всегда мужу показывать, что я полностью тебе доверяю во всём, совсем согласна. Вы скажете женщине, ау-у-у-у-у. Он же меня ограничивает во всём, как же тогда? А вот здесь есть непостижимая вещь, которую понять логикой нельзя, невозможно. Женщины, вы не поймёте логикой это. Вам надо совсем согласиться с мужем, потому что мужчина создаёт законы жизни. Ему это самое важное, чтобы жена принимала его позицию и полностью подчинялась. Всё, как бы, значит, я победил женщину. Всё, победил. Он как только победил, он расслабляет, сразу на печку. Когда он на печку, вы подходите и говорите, да, мы деньги не тратим, вообще не тратим, но надо ребёнку там вот это купить. Он говорит, ну купи, чуваки, пробега. Мы же не тратим деньги. В целом не тратим, но сейчас купи. Понимаете, женщины, если вы посчитаете бюджет, будет то же самое. Что вы тратили, что вы соглашались. Но жизнь будет лучше. Потому что, когда мужчина видит, что женщина подчиняется ему, он легко выполняет, потому что мужчина по природе щедрый человек. Мужчина для женщины, которая с ним согласна, раскрывается в сердце щедрость. Он готов ей там то подарить это. Но он не считает это пустой тратчей денег. Это от благодарности он делает женщине. В чём женская скупость заключается? Скупость женщины заключается в том, что она не верит, что если она подчинится мужу, то она всё получит быстрее. И в этом же заключается тупость. Разумные женщины подчиняются своему мужу и получают от него всё, что они хотят. Легко. Так они управляют мужским сознанием. Они подчиняются ему, мужу. А потом всё, что им надо, добывают. Легко. Потому что мужу нравится тоже так жить. Она мне подчиняется и там попросил. Что-то мне отдал, конечно, ничего. Жмот, что ли? Теперь смотрите, вот женщины, я рассказал хитрость. Женскую хитрость. Смотрите. Все мужчины, за исключением, за редким исключением, а редкое исключение те, которые не были женаты, скажут. Олег Геннадьевич, мы согласны. Почему они так скажут? Потому что они знают. Женщины всё равно бесполезны. Ну, опыт мужской, опыт в чём заключается? Ничего с ней не сделаешь. Понимаете, разница между мужчиной и женщиной в чём заключается? Мужчина забывает свои желания, а женщина – нет. И она поэтому мозги будет год выносить, два, три, пока ты её желания не удовлетворишь. Поэтому лучше сразу, зачем париться? Если ты уже понял природу женщины, дай ей то, что ей надо. Но только не давай слишком много, потому что потом у тебя денег на неё не хватит. Не балуй. Видите, успешная жизнь означает знания. Все семьи рушатся из-за этого, понимаете? Мужчина завидует женщиной, ограничивает всё, постоянно гнусит, говорит, это нельзя, это нельзя, что разболелась, что с подружкой болтаешь, что ушла в кино неожиданно, почему женщина всё неожиданно делает? Потому что она устает, она уже не может терпеть, ушла. Не то, что она непослушная, нет, просто она не вытерпела, у неё кончается терпение у женщины, она не может с собой справиться, пошла в кино, не сказала ничего. Не значит, что она гулящая там, просто она не справилась с собой. И мужчина разумный понимает, что что-то с женой не так, он звонит ей и говорит, ты куда пошла? У тебя всё хорошо? Я в кино. Молодец, посмотри кино. Разумный мужчина, думает, мой муж хороший, я ему верю, он меня понимает. Всё, она приходит счастливой, начинает всё делать, подумать. Так или нет, женщины? Так. А если муж всё время, ты дура, ушла, ничего не сказала, ну, значит, получив аж из граната. У женщины есть три типа энергии. Первый тип энергии называется энергия разрушения. Проклятие. Женщина проявляет энергию разрушения, когда мужчина её не понимает, не любит, угнетает, изменяет, ведёт себя неправильно. Потому что женщина соткана из правил чистоты, она следит, чтобы всё правильно было. Мужчина должен подчиниться этому. У каждой женщины свои правила, извините, я как неправильно сказал. Вот. И надо, и надо эти правила принять, мужчины. Хотя для вас это абсурд, потому что, ну, каждый свои правила. Надо всё принять. Она говорит, это вот так надо делать. Нигде не написано. Она так чувствует. Делайте так, ничего страшного. Пускай в доме, именно в доме, я говорю про порядок, там, где вещи лежат, такие вот мелочи. Это женская природа, она наводит везде порядок и вот контролирует. Если мужчина нарушает порядок, она сразу раз ему говорит об этом. Она очень нервничает сильно. Ей нужен порядок. Потому что порядок её успокаивает, расслабляет, она чувствует всё нормально у нас дома. Пу-пу-пу-пу-па-па-па-па-па-па-па-па. А если беспорядок, она па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. У неё суета в мозгах уже, она бегает такая всё, не знает, что делать, потому что непорядок. У неё выходит всё из равновесия психика, бежит куда-то, всё. Когда порядок, она и хорошо становится, улыбаться можно. Потому что порядок. Непорядок не улыбается. Бегает суетиться, ум становится беспокойной у женщины. Это тоже надо знать. Мужчина говорит, ты что бегаешь? У нее такой ум. У нее очень подвижный, беспокойный, чувствительный ум у женщины. А, не знаю, что с собой делать. Мужчина думает, что такая группа мне досталось. Ну, иди тогда, едите в Европу, там, как бы, женись на этот, трансместите. Суетиться не будет. Женщины все такие. Они суетливые по природе. Потому что у них такая природа. У них очень чувствительно сильная, подвижный ум такой. Поэтому их надо успокаивать постоянно. Женщин каждому надо успокаивать. Все хорошо, все нормально. Все хорошо. Она, да? Ох, слава Богу. Через пять минут. Опять все хорошо. И так всю жизнь. Но это не значит, что мужчины лучше. Мужчины тоже свои припобай. Ну, ладно, три энергии женщины. Первая энергия. Энергия разрушения. Не хочешь природу женщины понимать, не хочешь подчиниться ей дома. Потому что она дома находит порядок. Она там главная в доме. Не в вопросах стратегического развития семьи, а в вопросах порядка, там, отношений с детьми. То есть она главная. Ну, подчинись. Не трогай туда ее сферу жизни. Не трогай. Да? И, возможно, там, как готовит она, как стирает, как убирает, как общается с детьми. Все, как бы, она сама решает. Ты можешь чуть-чуть посоветовать. Не лезь туда, не ограничивай ее свободу. Те же хуже будет. Если ты начинаешь везде лезть, свой нос ссувать, значит, жена тебе потом покоцает, потому что в ней просыпается проклинающая энергия. У мужа ничего не ладится в телах. Болеть начинается. Но все несчастным, замученным. Второй тип энергии у женщины называется благословляющая энергия. Благословляющая означает, мужчина очень нежно, заботливо, аккуратно относится, понимает, что в доме он не хозяин. Он хозяин на работе. Он в целом создает, как бы, законы жизни. Но живет женщина. Он ей помогает жить. Он радуется ее счастью. То есть, как мужчина дома приходит. Он приходит, делает жену счастливой. Потом за счет жены сам счастливым становится. Женщина делает счастливым детей. За счет детей сама счастливой становится. Так должна жить семья. То есть, мужчина становится счастливым за счет того, что дети и жена счастливы. Не за счет того, что он сам счастлив, а за счет них. Он получает от них счастье. Так живет семья. Он как бы в стороне от счастья стоит. Вот, допустим, приведу пример. Пришли гости. Мужчина, он просто как бы пытается организовать, сделать так, чтобы был стол накрыт, чтобы денег хватило на праздник. Кто создает атмосферу? Жена она. Ой, мои хорошие, пришли. И она это делает естественно, потому что она любит людей, ей нравятся люди. Она обнимает всех. Ему же нравится, что она любит его друзей. Он испытывает счастье от ее жизни. То есть женщина живет, она испытывает счастье. Мужчина что делает? Наслаждается ее жизнью. Ну, как только он начинает завидовать ее жизни. Говорит, что ты всех обнимаешь? Начал завидовать, из нее выходит змея. Или бегера, ну, как хотите называть. Это одно и то же. Проклятие. Почему? Потому что ты завидуешь женщине. И хочешь получать счастье вместо нее сам. Радуйся ее счастью. В следующей жизни получишь женское тело, будешь сам счастлив. А сейчас в мужском теле побеждай судьбу, работай над собой, преодолевай трудности. Некоторые не дожидаются, там делают операцию, и сразу женское тело в этом дело. Ну, ради Бога, если так правится. Ну, пожалуйста, кто будет против. Благословляющая энергия. Мужчины заботятся, женщине дают быть счастливым. Аскетируют в том плане, что сдерживают себя в том, что она что-то не так делает. Не сильно, нельзя строго женщину себя вести. Нужно мягко, по-доброму объяснять. Можно грани ей ставить. Твердость в духе проявляется. Твердость – это не строгость. Другое. Женщина не то что-то делает, раз – перестал с ней разговаривать просто. Она – что такое? Все нормально, все хорошо. Вот так не надо делать. Я поняла. Все, то есть поставил на место. По-доброму. И удача от нее пошла. Удача. Она такая счастливая. Говорит, у меня такой муж. Мне так нравится с ним жить. Удача идет от нее. И у нее все в дела пошло. Потому что от нее исходит такая сила. Именно от женщины исходит сила. Женщина – это смерть и жизнь. Жизнь дает женщина. И забирает тоже женщина. Запомните, смерть – это женщина. Я ее могу почувствовать. Если она к кому-то подходит, она сзади подходит. К кому-то подошла, встала сзади. Красивая женщина. Лицо не показывает свое. Потому что кому показывает, тот уже тетю. Она холодом отдает, таким холодом спокойствие, безразличие к этому миру. Отдает человек. Когда она приходит, этот холод пускает на жизнь человека. Человеку ничего не надо уже вытушить. Он теряет интерес к жизни. Все. И человека спасти невозможно этого все уже. Он в руках смерти находится. Женщина. Женщина или мужчина. Не имеет значения. В руках жизни тоже человек находится. Да, человек находится в тонком теле, то женщина дает ему жизнь. Он входит в тело женщины и так получает жизнь от женщины. То есть женщина благословляющая начало и разрушающая. Так же, одновременно. Поэтому с женщинами нельзя связываться мужчины. У них больше власти в этом мире, больше полномочий. Они рождены для счастья. А мужчина рожден для того, чтобы дарить счастье женщине. И тогда он сам становится счастливым. Удача – это вторая энергия. Третья энергия – знание. Это еще более высокая энергия, но к ней еще тяжелее приблизиться. Если, допустим, понять, что надо к жене аккуратно, спокойно относиться, не строго, а аккуратно объяснять и по-доброму. Это еще можно как-то понять. Но как понять, что жена, женщина – эмоциональное существо по природе, как бы, ну, такое иногда глупое, как бы. Откуда знание-то? Скажет, ну, Регина, откуда знание? Вы чего? Запомните, у женщины сердце очень чистое, интуитивное, нацеленное на Бога. По природе. Не как у мужчин. У мужчины сердце сильное, загрязненное, неинтуитивное, нацеленное на победу и на эксперимент в жизни. Мужчина готов ошибаться в жизни. И от ошибок он получает мудрость. Женщина не готова ошибаться. Она получает мудрость от чистоты. Поэтому жена является сердцем мужа. Она говорит мужчине, где опасность. Она говорит, это не надо делать, это не надо. Мужчина не слушает. Он говорит, да, что ты понимаешь? Она не понимает, она чувствует. Это разные вещи. Допустим, женщина пришла на лекцию. Если ее спросить, о чем лекция была, она сразу не скажет. Она скажет, хорошая лекция, хорошая. То есть женщина воспринимает лекцию сердцем, она слушает сердцем. И потом все впитывает в себя. Впитывает и так потом живет. Все. Мужчина, он не впитывает в себя лекцию, он смотрит. На первую лекцию мужчина пришел, он думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Он пытается понять, что такое вообще, что сидит, что надо мужику. Понимает. И жена на лекцию мужа привела, как бы, он после первой лекции пришел. Она его спросила, что лекция понравилась. Он говорит, я пока не знаю. Почему? Потому что он изучал, дурак или нет. Всю лекцию. Слушал слова разные, поведение. Изучал человека. На второй лекции, если понравилось, потом мужчина начинает дальше сравнивать со своим знанием. Он слушает, говорит, это правильно ты говоришь, это неправильно. Это проверим, посмотрим. Так мужчина себя видит. Он сравнивает потом. И потом проходит много времени, мужчина убеждается, допустим, что старший прав. Он тогда начинает впитывать в себя знания, но тоже при этом избирательно. То есть он тоже, в конце концов, начинает впитывать, но он при этом по-другому впитывает. Он сравнивает все равно со своим опытом жизненным. Женщина ничего не сравнивает. Она просто берет знания и все. И потом применяет. Если что-то не совпадает с этим знанием у ней там внутри, она это в сторону. Все, это не надо, это неправильно. Теперь женщина вот так наполнил знания, приходит домой. Он говорит, ты что? Сверхнулась, что ли? Мы что, теперь так будем питаться, что ли? Она говорит, да, потому что так правильно. Он говорит, ну мы же, я привык к другой пище, ты что? Она говорит, ничего, привыкнешь к этой. Он говорит, ну капец просто, на лекцию сходила. Запомните, мужчина, женщина, она несет знания. Знания женского рода. Не среднего, не среднего, а женского. Если мужчина разумный, он слушает сердце жены, прислушивается к ее интуиции. И всегда удача в его жизни живет. Почему? Потому что он предупрежден всегда. Жена чувствует об опасности, всегда. И он предупрежден ее сердцу в жизни. Когда женщина удачливо себя ведет, она принимает возможности мужа, принимает судьбу в этом плане, не требует больше. Потому что если она требует больше, муж напрягается больше, больше работы, начинает больше болеть, меньше уделяет внимания, разрушает семья. Она не требует больше, она видит, сколько он может, и к этому привыкает, к этой жизни. Если она привыкает, он становится творческим, активным, дает больше. И принимает, учится принять характер мужа. Она смотрит за его характер, внимательно следит и привыкает к нему. Когда она к нему привыкла, она дальше начинает правильно себя вести с ним и устанавливает правильные отношения. Когда женщина бунтует по поводу характера мужа, по поводу его средств, она его напрягает, злит, и начинаются конфликты. Вы скажете, а если мне надо больше в жизни женщины, допустим, берите все остальное от Бога. Вот сколько муж, муж сколько может дать, остальное Бог даст, через молитву, через любовь, через отношения. Берите больше, если вы можете взять от этой жизни, от этого мира, но не от мужа. Иначе вы его вообще потеряете. Как связано благочестие человека и деньги? Вот деньги всем нужны в этом мире, никто не может от них отказаться. Как это связано все? Я вам объясню. Вот смотрите, допустим, если человек честно делает свой бизнес. Честно означает практическая вещь. Честно не означает, что человек там выворачивает весь кошелек на налоги. Честно означает от сердца. Человек чувствует, сколько надо отдать государству, чтобы честно было. Сколько надо то сделать, сколько надо зарплаты отдать сотрудникам, чтобы честно было. Это все чувствуется сердцем. Когда нечестно, сердце говорит, ты их обдираешь, их сердца тоже чувствуют. В этом случае удача уходит от человека, потому что уходит проницательность. Когда человек нечестно, дела строятся всеми вокруг, он не увидит, кто его обманывает. Потому что честность, это энергия сердца, она является индикатором. Если твой индикатор загрязнен, значит тогда тебя обманут. Сделку правильно не сделаешь, не увидишь, что тебя разводят, все будет разрушено. Как сделать так, чтобы увидеть? Веди себя честно по отношению ко всем. А если человек больше денег хочет, ничего страшного. Ты ему должен дать столько, сколько ему положено. А хочет больше, успокой его. Скажи, придет время, будет больше, а сейчас пока столько. Сколько заработали, столько есть. Понимаете? Люди привыкают к тем условиям работы, к которым они работали, уходят с этой работы. Но вы должны понять, сколько им надо давать. То есть успех приходит к тому, кто честно живет. Вот сколько ты можешь дать жене, что это честно? Не сколько тебе хочется дать, а сколько честно. Сердце твое спокойно. Значит, успех будет в твоей жизни, удача. Потому что ты будешь видеть обман. Это очень важно, научиться видеть обман в этой жизни. Понимаете? Это называется благочестие. Когда человек честно все делает, он получает такую силу, видеть обман. Его никто не обманет. Дальше. Следующий вид благочестия. Допустим, человек щедрый по природе. Что значит щедрый? Взяла, допустим, пирожки напекла, подарила всем соседям. Просто позвонила кушать. Я пирожки напекла. Допустим, у нас была такая ситуация, что когда мы начали поклоняться Богу, все соседи всегда начали. Потому что, понимаете, когда кто-то счастлив, все остальные страдают. Поэтому считается ведомо, что если ты построил где-то храм, ты должен обязательно всем дарить счастье вокруг. Делиться пищей, кормить людей просто. Радовать их своим присутствием, здороваться. Ты должен. Они не должны, ты должен. Почему? Потому что, вот мы так сделали. Взяли на Новый год и по всем соседям разнесли освященную пищу. Не говорили, что освященную. Просто мы вас поздравляем с праздником. Просто возьмите пирожки покушайте. Все просто стали счастливыми и перестали гнусить, ворчать, злиться вокруг храма. Все, как бы благодать наступила. Сразу же. Люди запомнили это. Почувствовали, что их любят. Все. Так надо жить. Храм Бога. Твоя квартира тоже. Бог в центре, не телевизор должен быть. Ты там живешь и корми всех соседей. Угощай пирожками. И они будут нести удачу. Охранять твое жилье. Потому что, когда тебя не любят все, то вор это чувствует и заходит именно в твой дом. Это интуитивно происходит. Итак, что такое пожертвование, жертвы? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Зачем это надо все? Зачем раздавать пищу? Зачем желать всем счастья? Зачем прощать человеку, который оскорбляет, обижает? Зачем нужно вот это вот все время людям отдавать добро? Зачем это надо? Когда человек всем отдает добро, то его товар становится очень привлекательным. Товаром можно назвать все, что угодно. Вот ты, допустим, учишь детей, это твой товар. Или, допустим, ты работаешь где-то, допустим, это твой товар. Ну, допустим, ты программист, это твой товар. Или, допустим, ты просто шьешь одежду, это твой товар, даже если ты ее не продаешь. Всегда, когда человек радостно и по-доброму относится к людям, все, что он бы не делал, наполняется силой, которая немедленно будет расхватываться. Понимаете? То есть человек, который по-доброму относится к людям, он становится популярным, успешным, сильным. Деньги сами варятся в его карман. Почему? Потому что от него исходит сила, притягивающая сознание людей. Видите, мужчине притягивает доброта. Это его пожертвенность. Потому что мужчина, по природе мужчина недобрый. Мужская энергия, она по природе такая преодолевающая, меняющая, деструктивная, по сути. Даже мужские числа 1, 3, 5. Вот, допустим, у нас есть лечение, такие камнями, есть пояс такой лечебный. Его на спину ставишь, и он расслабляет человеку, дает здоровье. Мы используем только женские числа. 2, 4, 6, 8. Каждому человеку подходит свое число. Мужские, если поставить, человека напряжет. Вот, сама природа мужчин напрягает. Потому что женщина устает от мужчины, и надо отдыхать. Мужчины должны знать. Мужская природа напрягает, нужно отдыхать женщине от мужчин. А вот об этом я сейчас хочу сказать. Ну, мужчина, если, несмотря на свою природу такую, если он, как вот Якиола, начинает по-доброму себя вести, то он тогда получает удачу в жизни. Ну, то есть, он сам по себе имеет природу какую напрягающую, мужчина, но он, вопреки этой природе, ведет себя по-доброму. И это создает очень сильное притяжение к такому человеку. Понимаете, да? Удачливым становится человек, потому что он жертвует своей силой. Он жертвует своей силой. Он ставит доброту выше силы. Теперь женщина. Как она становится привлекательной? Она, женщина, обычно свою чистоту скрывает. Она ее прикрывает. Как-то не показывает. Если женщина искренняя. А все женщины имеют чистоту в сердце. Они такие искренние в сердце. Все женщины. Но есть женщины, которые верят людям. Они доверяют, что люди ее поймут. И она поэтому... Отдает чистоту свою. Не боится. Вау! Почему? Потому что человек жертвует себя. И это вызывает притяжение сильно. Успех. Есть женщины такие... Жертвуют себя. Не боятся. Потому что люди же могут посмеяться. И это скверняет сразу. Но есть женщины, которые не боятся чистоту свою показать. Или мужчины доброту не боятся показать. Значит, будет удача в жизни. Успешным человек становится. Вот, допустим, человек начальник. Некоторые начальники, они на страхе живут. Значит, будут ругаться с подчиненными. Они ходят как такие... Слабый человек. Теперь сильный человек. Сильный начальник. Он со всеми разговаривает по-доброму. Я, допустим, видел такой пример. Там один ручку сломал дверную. Приносит, говорит. Ручка сломалась. Начальник смотрит на него. Он говорит, не сломалась, а сломали. И тот сразу раз стал виноватым. Почему? Потому что по-доброму. Он управляет людьми силой доброты. Иногда он может наказать. Сказать, Василий Петрович, вы уволены. По-доброму. Тут скажут, всегда по-доброму означает, что есть шанс. Он говорит, ну я же стараюсь. Он говорит, ну да, я напился уже пятый раз. Мне было три предупреждения. Но я хочу у вас работать. Он говорит, Василий Петрович, мы знаем, что вы хотите работать. Но вам надо чуть-чуть отдохнуть. Потому что мы уже вам не верим. Идите, побудьте трезвым три месяца, приходите. Попробуем еще раз. Последний. И все, он уходит на три месяца, потому что делать нечего. Он выгнал человека. Выгнал по-доброму. По-доброму, значит, не напрягаясь вообще. Он вообще не напрягается в управлении. Потому что когда по злому надо напрягаться. Ты же напрягаешь другого, сам напрягаешь. Потом у тебя башка отречит. Потом инсульт, инфаркт. А у тебя есть силы. Ты любишь людей. И ты знаешь, что все будет нормально. Они все поймут. Потому что ты веришь в них. Можно управлять легко тогда людьми. Какие еще бывают силы, дающие человеку удачу? Это все называется благочестием. Благочестие означает особый вид знания, который приносит удачу. Благочестием является аскетизм человека. Допустим, человек постится. Или длительно бегает. Или неподвижное положение тела. Три основных типа аскетизма, которые побеждают судьбу. Когда человек может не двигаться, допустим, йогой занимается. У него появляется колоссальная сила терпения. Он может вытерпеть что угодно. Вот кругом хаос, как бы у него все нормально. Терпение создается из-за неподвижного положения тела. Поэтому есть йога. Для этого предназначено. Чтобы выработать терпение. Когда человек длительно бежит. Вот сегодня я 17 километров пробежал. Длительно бежит, не останавливаясь. У него вырабатывает способность преодолевать трудности, достигать цели. Длительный, длительный бег, спокойный. Человек становится как танк. Он своего добьется по-любому. Почему? Потому что он совершает аскезу, которая в его сердце рождает такую силу. И пост дает человеку протрезвление. Он, когда постится человек, у него все, картинка на место встает. У него голова трезвеет, свежеет. И он четко понимает, что происходит. Он лучше разбирается в том, проницательнее видит то, что происходит. Если военачальник хочет победить сражение, он в этот день должен поститься. Должен поститься на воде. И у него будет очень сильно. Потому что начальник должен понять, куда армию направить, где опасность. Он должен иметь колоссальную интуицию. Должен предвидеть каждый ход противника. Пост на воде. У него ясное мышление будет. Яснее, чем у всех остальных. Наполеон был таким командиром. Он ни разу не проиграл ни одно сражение в своей жизни. Хотя он проиграл войну целую. Но ни одно сражение не проиграл. Его невозможно было выиграть. Он всегда был интуитивнее. Лучше видел статус, чем все остальные. Так чисто он воспринимался. Ну, я не говорю о его там амбициях, всем остальном. Это уже другой вопрос. Я говорю о природе. О благочестии человека. Он получил в свое сознание такую силу, чистоты. Видно, постился много в прошлой жизни. Что он проницательно видит все, что происходит. Восхищает события. Победить невозможно человек. На пять шагов вперед тебя понимает ситуацию. Победить невозможно человек.